Пошел под снос. В Ставрополе начали сносить многоэтажку, которую еще даже не успели достроить. Причиной тому стала даже не земля, она принадлежит как раз застройщику, а документация. Здание начали возводить без необходимых разрешений. Анастасия Зубрицкая продолжит. Движение здесь, на улице Тухачевского, не прекращается. Сначала этот дом строили, а потом начали сносить. Все дело в том, что промышленный районный суд Ставрополя признал эту постройку незаконной и обязал застройщика вернуть этому участку его прежний вид. Этот дом начали возводить больше пяти лет назад. Строительство вызвало недовольство у жителей ближайших многоэтажек. Они не раз обращались к городским властям и вот, наконец, дождались сноса. Наталья Шалопаева, говорит, жалобы не писала, но такому решению обрадовалась. Ну вообще-то вот сейчас хотя бы бомжей нет, а то раньше даже идти было страшно, если на ту сторону-то мы бомжи ели. Я не знаю, алкоголики, кого там только не было. Ну то есть долго, да, вот так стоит и... Да, 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 уже. Ну сколько лет уже, я уже не знаю, сколько лет здесь все это стоит. Проверку по факту незаконного строительства провели специалисты Краевого стройжилнадзора и выяснили, что кроме документов на саму землю у застройщика не было ни одного разрешения. Земельный участок находился в собственности застройщика, но при этом отсутствует какая-либо проектная документация на данный объект недвижимости. Соответственно, отсутствует заключение экспертизы по этой документации, ну и, как следствие, отсутствует разрешение на строительство. То есть этот объект возведен абсолютно самостоятельно, без каких-либо разрешительных документов. Суд встал на сторону ведомства, признал постройку самовольной, застройщик заплатил штраф, однако самое дорогостоящее наказание последовало после сно здания. Причем за счет собственника. Стоимость работ, говорят представители компании, осуществляющей демонтаж, немаленькая. По суммам я вам не могу сказать, как бы, ответить на этот вопрос. Это не мои компетенции. Вообще дорогостоящее? Дорогостоящее, да. Это в пределах нескольких миллионов. Демонтаж конструкции начали несколько дней назад. Полностью освободить участок планируют к середине мая. Дом по улице Тухачевского, отмечает Валерий Савченко, стал первым, который по иску стройжилнадзора суд обязал снести. Однако тут же добавляет, это только начало. У нас уже на сегодняшний день есть, и вот оно должно было 25 апреля, вступить в законную силу решение суда по Кисловодску, в районе прям автовокзала и дома Шаляпина. Там попробуем точно так же сначала договориться с застройщиком, убедить его, чтобы он самостоятельно снес объект. Если нет, то придется уже обращаться в службу судебных приставов и сносить объект в принудительном порядке. Анастасия Зубрицкая, Иван Филиянов, Ставропольское телевидение.